А 2 июня, как и было обещано, состоялось внеочередное заседание Думы по вопросу передачи инженерных коммуникаций от ВСМПО в муниципальную собственность. Однако при этом вопросов не стало меньше по их эксплуатации, по инвестициям, по обслуживанию сетей конкретными людьми, да и, собственно, вопросов документального сопровождения многомиллионного хозяйства при приемке передачи. Наоборот, добавилось новых, как, почему, кто и что произойдет, если. На последний из них, что произойдет, если управляющая компания не придет к началу отопительного сезона, глава округа ответил, хотя и не без оговорок, что в этом случае возможно создание специальной сетевой компании. И самое главное, конечно, это то, что мы все-таки имеем возможность привлечь инвестиции. Другого варианта, конечно, обслуживать. Это будет плачевный вариант, словно плачевный, без привлечения инвестиций. Как выяснилось в ходе обсуждения, муниципалитет сегодня ни де-факто, ни де-юре не готов принять у ВСМПО комплекс объектов жизнеобеспечения города. Поэтому большинством голосов депутаты отложили вопрос до следующего рассмотрения. А глава округа пообещал, что к тому времени обратиться к генеральному директору корпорации с просьбой и предложением провести техническую инвентаризацию всех подземных коммуникаций, дабы в будущем у муниципалитета не возникало проблем с получением свидетельства о государственной регистрации права собственности на все объекты системы вода и теплоснабжения города. А затем, получив новое постановление главы округа, депутаты вновь вернутся к этому вопросу.